Это одна из сотен новогодних елок в Химках, но только она позволяет исполнять желания. Праздничное дерево украсили снежинками с просьбами детей. Исполнить их вызвались врачи, учителя, чиновники и депутаты, а также глава города Дмитрий Волошин. Задача гостей – выбрать украшение с детским письмом. Роль Деда Мороза первым примерил глава Химок. По идее мне нужно взять номер один. Ну я не знаю, номер один. Вы можете взять сразу вверх, не ряд. Да, я возьму номер тринадцать. Письма к Деду Морозу дети просили куклы, машинки, игрушки по мотивам популярных детских мультфильмов. В своем пожелании ребенок по имени Тимофей попросил меня катер из мультфильма «Снячий патруль». Конечно же, такое простое желание будет незамедлительно исполнено. Если у тебя есть возможность сделать что-то хорошее или желание самое важное, ты всегда должен этим пользоваться и незамедлительно это реализовывать. Заместитель главы администрации Ирина Теслева выбрала письмо от Маши. Ребенок уверяет, весь год вела себя хорошо. Взамен просит у Деда Мороза коньки. Она давно мечтает покорить лед. Я даже планирую организовать для моей подопечной мастер-класс на нашем любимом театральном катке. Очень отрадно, что наши дети, в какой бы сложной жизненной ситуации ни находились, их родители или у них какие-то обстоятельства, все-таки думают о спорте, о хорошем проведении зимних каникул и зимних выходных. Всего желания на Снежинках оставили 30 химкинских детей из многодетных семей и семей в сложной жизненной ситуации. Мечты начали сбываться в канун Нового года. Глава химок Дмитрий Волошин пришел к Тимофею и его маме Анне Ноздряной сразу с несколькими подарками. Привет, смотри, мы тебе сколько подарков. Ничего себе. Что это такое, Тимоша? Не знаю. А ты спросил Дмитрия Владимировича, что это? Что это? Ну а что ты просил? Что ты? Дед Мороза, скажи. Гор, катер. Ребенок собрал полную коллекцию игрушек из любимого мультфильма «Щенячий патруль». Не хватало лишь одной. Все есть, кроме катера. И это одна из самых наших заветных мечтаний. Еще один подарок, который уже порадовал маму Тимофея – это холодильник. Новую технику попросила Анна Ноздрина. Глава исполнила и это желание. Спасибо. Праздничное селфи на память. Воспоминаний хватит на весь следующий год. Скажите, может, что-нибудь. Пожалуйста, друг мой. Заместитель главы химик Ирина Теслева и директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская к своим подопечным с подарками пришли к театральному катку. Близняшкам Дарьи и Марии и их брату Гоше подарили то, что они просили, а также мягкие игрушки и угощения. Проверить подарки на прочность дети отправились прямиком на лед. Это их первый выход на каток. На помощь юным фигуристам пришли инструкторы Ирина Теслева и Инна Монастырская, также поучаствовали в тренировке детей. Девчонки прям рады, видно, что и даже немножко это смущение. Но все очень понравилось, спасибо большое. Председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский и депутат Руслан Шаипов исполнили желание двух юных жительниц химок. Сестры получили куклу и гитару, а в качестве благодарности народные избранники получили сольное выступление. И с ума поросла, и более тасканая, зеленая была. По нашей просьбе Дедушка Мороз сегодня исполнил желание двух наших прекрасных химчанов – Софии и Лизе. И они получили свои заветные подарки, о которых писали Деду Морозу. «Елка желаний» – всероссийская акция, которая проводится по инициативе президента Российской Федерации. В химках «Елка желаний» проходит третий год подряд и каждый раз становится поводом поверить в новогоднее чудо. Субтитры создавал DimaTorzok